И сегодняшняя тема, заявленная для этой сангии, настройка на радаштами, радаштами празднуется завтра. И я предполагаю, что в вашей сангии и во всех других сангах также будет подробное обсуждение важности этого праздника, важности Дня Явления Щемати Радарани в этот мир. И вы услышите на эту тему много и философии, и историй, и катхи, как у нас сейчас стало принято говорить. А сегодня нужно настроиться на это. И поэтому я подумаю, что самым лучшим способом, я не знаю, честно говоря, лучшего способа настроиться на празднование завтрашнего события Дня Явления Щемати Радарани, чем прочитать несколько текстов из Щемати Бхагавата, мы также из Шичитани Чиритамриты, в которых и в самих текстах, и в комментариях Шрила Прабхупада описывает значимость этого праздника. Вообще, в нашей философии есть много удивительных, таких могущественных, что ли, ее аспектов, философии, объясняющих все и вся, причем очень убедительно и практично. Но также у нее есть определенные подводные камни, я не могу сказать слабости ни в коем случае, но некоторые подводные камни, о которых наш Шрила Прабхупада предупреждал, и Ачария Прошлого предупреждали об этих подводных камнях, один из которых, и сам Бхактинот Такур пишет, что знание препятствий на пути преданного служения является очень важной ангой, или, по крайней мере, аспектом, или фактором прогресса. И незнание этих препятствий является напротив препятствием само по себе. И вот таким подводным камнем являются кажущиеся доступности и простота этой пастарали во Вриндауне, когда Гопи, Кришна, и все нам кажется таким родным, знакомым и понятным. В отличие, скажем, от каких-то сложных философских положений нашей философии, на понимание которых требуется много времени и интеллектуальных усилий, и от которых мы иногда отмахиваемся, нам кажется, отмахиваемся из-за того, что мы все поняли и нам это уже не нужно, но на самом деле мы отмахиваемся от них, потому что мы ленимся, или потому что мы на самом деле пытаемся перескочить к тому фундаментом, для чего эти философские положения и их правильное понимание являются. Без этого фундамента, так же, как любое другое здание без фундамента, является лишь декоративным элементом. И оно очень быстро, это здание разрушится под влиянием времени и под влиянием наших материальных желаний. Поэтому Ачария прошлого и Шила Пропада тому не исключение. Так много времени и сил потратили на то, чтобы заложить, укрепить и выстроить этот фундамент правильного понимания. Если можно привести какой-то пример, очень удачный, на мой взгляд, пример, который описывает взаимоотношения между этим философским пониманием и лилой, в которую мы все хотим войти, то примером, который я слышал из уст ваишнавов, является холст, на котором нарисована картина. Картина всегда должна на чём-то быть нарисована. Она написана на холсте, или на дереве, или на бумаге, или на стене, в конце концов. Но на чём-то. Краски сами по себе в воздухе не держатся. Этот холст держит краски, позволяет им слагаться в картину, которая уже вызывает у нас эстетические, духовные чувства, переживания. Шила Пропада называл картины в своих книгах «Окнами в духовный мир». А холст, который не видно, является основой для этой картины. И невозможно одно отделить от другого. Вернее, конечно, можно соскрести краски, останется холст. Но без холста, без этой прочной философской основы, как об этом говорится, также в трудах Ачарьев, Шила Рупагасвами, говорит, что такое преднаслужение, не основанное на глубоком понимании философии, является лишь беспокойством в жизни общества. Очень интересно. Он говорит, «Шути смрити пуранади бхага панчаратри бидгим вина, а кайтики харир бахтир утпата яйва кампаты». Утпата яйва означает нечто, что приводит спокойную и привычную жизнь общества в беспорядок. Причем беспорядок негативный в данном случае. Конечно, есть другая утпата, или виплава бхагаватам описывается, что преднаслужение, начинающее со слушания Шимат-бхагаватам, даже если Шимат-бхагаватам несовершенно излагается кем-то, он может совершить также переворот в неправильной жизни, сбившись из-под цивилизации. Но переворот, который производит преднаслужение неоснованной на шастрах, является как раз переворотом в праведной жизни, в неправедную сторону. И поэтому Шрила Прабхупада так тщательно и так бережно и очень целомудренно передавал нам то, что должно быть нарисовано на холсте. Иногда слова Шрила Прабхупада напоминают мне, знаете, как для начинающих художников иногда существуют такие наборы, художественные, когда есть холст, и на нем что-то карандашными линиями нарисовано и пронумеровано. Моя мама так начинала свою карьеру художницей, она в 70 с лишним лет решила начать рисовать, потому что кто-то подарил ей набор такой. Просто она никогда жизни не брала в руки ни красок, ни карандашей, никто из нас не подозревал ни художественных способностей, и кто-то подарил ей такой набор. И она тщательно, она такой очень человек скрупулезный, терпеливый, и она тщательно стала разрисовывать, прилагая ей к этому набору красками, все по квадратикам и по этим силуэтам, как положено. Там много-много красок, много-много цифр. И когда она все это раскрасила, получилась прекрасная картина. Это побудило ее уже купить самой вторую такую картину, потом третью она уже нарисовала с натуры, четвертую, пятую, шестую. И теперь она рисует, ну, в принципе, для такого начинающего художника на зрелом возрасте. Очень-очень неплохо. И вот это то, что происходит, когда мы читаем книги Шипа Папада и слушаем его лекции. Папада знает, что мы должны, в конце концов, получиться. Он сам блестящий художник, если можно проводить такую аналогию, потому что все эти наборы художниками и создаются. И он также знает, что сделать нужно нам, чтобы, следуя его, может быть, даже кому-то может показаться скучным инструкциям, по цифрам разыскивать квадратики, что, в конце концов, должно получиться в результате. Какая картина должна предстать нашему взору, и также какие эмоции, какое вдохновение получившаяся картина сможет побудить в нас, чтобы потом мы уже сами стали художниками, уже самостоятельно творящими. Поэтому настройки на такие праздники, как Радаштами, сам Шипа Папада говорил, делал тоже густо замешанными на философии. Чтобы ни у кого из нас не возникло соблазна перескочить, и перескочив вот в эту духовную реальность, где Кришна, Гопи, где отношения слишком соблазнительно походят, походят на отношения в этом материальном мире, заскочив в эту реальность, тянуть ее до собственного уровня и внушить себе мысли, что мы уже можем там жить и что нам там рады. Стоит такому случиться, как сам Шипа Папада говорил, предупреждаю своих учеников о том, что именно это Сахаджи, как он говорит, может разрушить все наше движение. И даже его предшественники Шилы Бхакистанта Сарасвати Такур, Шилы Бхактвина Такур и другие, предупреждали нас, что словами Бхактвина Такура, миру будет принесен меньший вред, если все книги Ачарьев, которые описываются сокровенные игры, уничтожить, нежели если их дать в руки недостойных людей, которые неправильно все поймут и будут другим неправильно все объяснять. Будет меньше вреда, потому что реальность от этого от сожженных книг никуда не денется, она останется и кто-нибудь рано или поздно снова ее опишет. Великие предны, такие как Шилы Рупа Госвами, Шилы Аксанатана Госвами, Джила Госвами, Вишната Чакаварти Такур, Аджайдеев Госвами и так далее, и так далее. Шилы Прабхупада, без сомнения, живут в этом мире. И они могут, когда чувствуют, что мы готовы, эту реальность снова для нас проявить. Поэтому реальность от этого не исчезнет. Но если эти книги и эти темы попадают в руки недостойных людей, что значит недостойные? Люди, которые либо, во-первых, принимают слишком все легковесно и принимают информированность или доступность этих описаний за квалификацию в них жить или ими жить. Либо люди, которые не подкрепляют вкус, который может проявляться в них, эмоции, которые могут брежеть на горизонте нашего сознания, иногда под влиянием таких историй и таких книг, за подлинные духовные эмоции, которые мы заслужили, а не за аванс, который дан, или есть красивое русское слово, даден нам, который нам даден авансом просто по нашему сопричастию к каким-то великим преданным, с которыми тут рядом немножко постояли. Вспоминая истории про собаку Шимананда Сенны, которая увязалась с ним из Новодвипы в сторону Пури, она пошла вместе с преданными, ну, ее кормили там, видимо, и Шимананда Сенна принял ее под свое покровительство, следил за тем, чтобы у нее всегда каждый день было интерпитание, даже лично заплатил дополнительные деньги за то, чтобы собаку взяли в общественный транспорт и перевезли на другую сторону. Там запрещалось собакам, как у нас, собаками нельзя, и висит знак, собака зачеркнута в каких-нибудь общественных транспортах, в метро или где-то еще. И вот он заплатил за собаку, которую не хотел брать лодочник, чтобы ее перевезли на другую сторону Ганги. И однажды Шимананда Сенна отключился по делам, он должен был организовывать размещение преданных, и поручил собаку заботам своих помощников. И как бывает часто в таких случаях, они забыли про ее, и не забыли покормить, и собака исчезла. Шимананда Сен, когда он вернулся обратно, узнал, что собака, которую он взял под свое покровительство, исчезла, ее не покормили, он стал поститься. Он, во-первых, разослал поисковые бригады во все стороны, чтобы ее найти, и не нашел. И потом стал поститься в течение всего дня из-за вины перед собакой, которую он не уберег для Господа Читани. И потом, когда они пришли в пурь, обнаружили собаку, которая уже сидела в устом Господа Читани и ловила куски кокосовой мякоти, которую Господь Читани бросал ей, и она на литву так хватала их, и ела, и поговорила Харе Кришна. И на следующий день собака ушла в духовный мир. Вот это наше положение, дорогие преданные. Чем заслужила эта собака? Удача, которая даже не всем преданным Господу Читани попадала сидеть в устом Господу Читани, и в устом Господь Читани лично себя из рук кормил. Лично, лично аудиенция. Даже не всем попадала такая возможность, но она получила, потому что ее приютил Вайшнав, великий Вайшнав, который сделал ее своей. Как об этом говорит Бхаджани Бхактина Такур, он сказал «Быстрелуй меня своим», Атмасака. И поэтому все то, что нам выпадает теперь, в том числе и снаружи, и внутри, и наши какие-то эмоции, которые мы испытываем, не свойственные нам, Шриларупа Гасами говорит Бхакти Расамвита Синду, что на уровне Бхавы даже преданный, может развить в себе квалификацию. Он обретает квалификацию видеть Кришну лично, но не всегда его видит, потому что в его сердце или ее сердце сохраняются во прежнем материальные желания определенные. Бхава сочетает в себе и то, и другое. И квалификацию Кришну видеть, и в то же самое время какие-то еще нежитые материальные желания в сердце остаются. То есть он пригоден для того, чтобы общаться с Кришной, но эта пригодность должна еще дозреть, как зреют разные сорта продуктов, сыр или мед, или ги, или вино в каких-то нецивилизованных странах, или ачар и разные биологические лекарства. Также наша привязанность к Кришне должна дозреть, и Кришна очень умело ускоряет это возревание, сочетая встречу с Ним в различных формах, в том числе личным Даршинам и разлуку. Но если мы начнем принимать это вторжение Кришны в нашу жизнь и вторжение вайшнавов в нашу жизнь, когда они авансом дают нам то, к чему мы еще не готовы, чтобы ускорить наше созревание, ускорить нашу готовность увидеть. Я вот сегодня, вернее, вчера я приехал с ретрита Бхактия Гьяна Гасвами Махараджа в Дикше ретрита в Минске, под Минском, и там Гасвами Махарадж нас приглашал, своих личных гостей приглашал на обед с ним, и в день в Ясаподжи преданые приготовили огромное количество разных угощений, у меня даже фотография есть, могу как-нибудь отдельно кому-нибудь из вас выслать, даже видео. Мы жили, не жили, а принимали этот роскошный пир, приготовленный для Гасвами Махараджи, который у меня лично вызвал ощущение естественного перегруза, просто данного своего вида. Мы сидели за этим столом в домике, вокруг воли окна, на все стороны открыты, и там была детвора на этом фестивале, и двое мальчиков, Васанта и Макунда. Васанта помоложе, ему, наверное, года четыре или пять, наверное, пять лет. Очень такой разумный вайшнав, он единственный у всех детей приходил на Макглараде каждый день, и читал джапу со всеми. И Макунда чуть постарше, может быть, лет семь ему. И Васанта, проходя мимо, заглянул туда, через окно вот так. И мы сидели там за столом, лицом к нему, и он смотрел на нас, вот так вот открыв рот, на все то великолепное. Не на нас, конечно, открыв рот, а на то, что перед чем мы там сидели. И что ты сделаешь? Сразу, конечно, это вот вид невинного, пораженного детского лица, восхищенного тем, что он видит. Наверное, там еще пост был, не знаю, для детей или нет, но сразу растопил сердце, и все сказали, давайте, давайте сюда, Макгасвай Махараш первым сказал, давайте сюда Васанту. Васанту провели, нагрузили ему все то, что он смог унести с собой, и он ушел. И следующим пришел Макунда постарше. Видимо, ему Васанта рассказал, где такие вещи водятся. И он и сказал так же, как он это получил. И Макунда тоже стал, как Васанта. Васанта это сделал очень невинно и естественно. А Макунда, видно, пришел и стал взглядываться так же, как и он. И он долго вглядывался, гораздо дольше, чем Васанта. Пока, в конце концов, это подражание и тоже искреннее его желание полакомиться чем-то, Гасвай Махараджа не побудило сказать, ну, пустите ему Кунду. И Макунда подошел к двери. У двери стояла Матаджи, по-моему, Руна Лочина, на страже, если я не ошибаюсь. Она стояла на страже, и когда Макунда подошел, мы видели эту сцену изнутри, она что-то ему сказала, что-то очень коротко, но так, что он пошел прочь, плача, на взрыв. Что в самых лучших чувствах он был уязвлен, потому что его пригласили, он же был в предвкушении, шел к этой двери, и вдруг ему говорят, нет, ты здесь едешь, не можешь, иди, это не для тебя. И он пошел. И вот это была очень искренняя эмоция, когда он стал плакать и уходить, и потерял надежду. И в этот момент, тогда уже сердце Гасвай Махараджа дрогнуло, он лично вышел из дома, побежал за Макундой, схватил его за руку и провел внутрь, и тот утирал слезы, его расстроенное лицо сразу стало улыбаться, и он провел, лично ему нагрузил руки тем, что он тоже смог унести, и отправил. И я сидел, смотрел на эту сцену, думал, это точности похожи на нашу духовную жизнь. Во-первых, мы подражаем какому-то удачливому Вайшнаву, который на Мангаларате приходит каждый день, типа этого Санты, и мы думаем, ну вот я хочу так же наслаждаться, как он. Нам же счастье нужно, раса, мы видим, что он счастлив. И нам не хочется воспроизводить тот путь, который привел Вайшнава к такой удаче, нам хочется удачу получить сразу, хочется счастье получить, которое он уже заслужил, а мы пока нет. Но мы подходим и делаем как он, туда же взглядываемся, и когда мы взглядываемся на урани садана Бхакти, вот в этот пир, который там для кого-то, для званых, мы пока не званные, а там сидят эти званные, сидят и едят, и общаются друг с другом. Нас даже не общение с ними привлекает, нам привлекает Нас привлекает то, что они там едят, как этот баджан, 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 баката вацила гоурахари. И там описывается, чем Кришна с мальчиками-пусушками лакомилась целое меню. Вот у нас такое же меню было у каждого. Нас начинает это привлекать больше, эти отношения, какая-то сладость, какая-то радость, которую, как мы думаем, мы понимаем, ничего мы не понимаем. Но смотря, мы побуждаем у этих освобожденных душ, сидящих там, уже наслаждающихся по праву, побуждаем сострадание. Они говорят, ну пусть зайдет, и машем рукой нам из-за стекла, как мы махнули мукунди. И мы направляемся, было к двери, но там стоят и проверяют наши квалификации, потому что понимаешь, что мы туда идем не за общением, мы туда идем за едой. Даже не за просадом, понимаете? Они говорят, иди отсюда, ты не готов. И вот тогда, если нам повезет, если мы по-настоящему искренне, мы не машем рукой, и не говорим, а, идите вы все, пойду на обед в столовую. Если мы начинаем плакать по разлуке искренне, вот тогда сердце тех, кто нас туда пригласил, по-настоящему плавится и нас приглашает. До этого нас приглашали просто, ну, из чувства долга, ведь неловко же стоит человек, и мы тут едим. Поэтому мы говорим, ну пусть пройдет, так уж и быть. Но когда мы плачем, потому что у нас нет этого, и плачем по нашей неспособности туда проникнуть, никаким образом, кроме как, когда нас изнутри позовут, вот тогда оттуда приходят и забирают нас обратно в духовный мир. И нагружают наши руки. И что мы сказали Мукунде? Возьми, сколько можешь унести, но раздай. А раздашь, приходи обратно. Я потом проверил, он спросил Мукунде, сколько ты раздал и сколько съел сам. И он честно говорит, да, вот я раздал там все. Ну и было видно, что он не соврал. Хотя потому, что съесть он столько точно не смог бы сам лично. Вот это наше положение. Наше положение, которое мы оказываемся, когда мы приглашены и раздаем. И Шила Прабхупада пишет в одном письме своим ученикам, он пишет про Манадди Свами. Удивительную вещь. Он говорит, что, ну, отвечая на его вопрос, он говорит, не бойся. Твой вопрос о том, как выбраться из цепи Майи, не бойся, Майя не грозит тебе. Если ты будешь прочно держаться за другую цепь, за цепь, чинической преемственности, тогда тебя вытащат из колодца. Ты можешь быть уверен в том, что твое спасение из когтей Майи уже свершившийся факт, если ты будешь строго следовать наставлениям духовного учителя. Мы это слышали часто и даже на практике проверяли и удостоверились в этой, в истинности этих слов. Но, что Прабхупада говорит дальше, удивительную вещь. Он говорит, что же касается других моих учеников, юношей и девушек, сыновей и дочерей, которые, и он говорит, эзотирую, которые милостиво сотрудничают со мной в деле служения миссии моего духовного учителя, милостиво сотрудничают, Прабхупада так вот и говорит, kindly cooperating with me, милостиво сотрудничают со мной в деле служения миссии моего духовного учителя, то даже если мне удастся уйти в духовный мир в этой жизни, я лично приду за ними из голок и в риндауны и заберу их с собой. Это его слова, это его обещания, очень серьезные. Это то, что происходит, когда мы проявляем искренность в форме следования наставления, мы также в форме желания что-то сделать для духовного учителя за его наставление. Наставление сами по себе это еще не служение, оно служение, конечно. Из всех видов служения, Шила Прабхупада говорит, что самым главным является внимательно, отчетливо, с любовью, или по крайней мере с вниманием, повторяя святые имена Господа, вслушиваясь каждое слово, его слова. Он говорит, при этом нужно использовать язык, губы и внимательно слушать каждое слово, чтобы повторение Харе Кришна не превращалось в какое-то нечерноназдельное шипение или свист. Это он пишет в читании Чаритамрити. И также он говорит, нужно слушать, повторять так, чтобы ты сам мог слушать отчетливо каждое слово, и это каждое слово мог отчетливо слушать сидящий рядом с тобой. Это его, как это называется, foolproof, защита от дураков, его объяснение того, как Джапа должна протекать. И он говорит, что из всех видов преданного служения главным является повторение предписанного числа кругов каждый день. Человек, который делает это, ему будет несложно увидеть Кришну лицом к лицу. И он говорит об этом, читание Чаритамрити в седьмой главе, также удивительная вещь, описание пяти аспектов Господа читания, Махаправу, Пяти Господа читания в пяти аспектах, в пяти проявлениях. Он пишет, что поэтому нужно слушать Шимадбхагаватам и читать его. И Прабхупаддак говорит, как? Он говорит, нужно читать его регулярно и очень-очень внимательно, скрупулезно, вчитываясь, изучая его очень тщательно. И это, что он говорит, это побудит в нас постоянную привязанность к воспеванию святых имен. Это результат чтения Бхагавата. А воспевание святых имен, и Прабхупада даже квалифицирует это воспевание святых имен, он говорит, что нужно развить себе, one has to become addicted. Addicted означает буквально тот, кто не может жить без повторения Харе Кришна. Мы можем жить без повторения Харе Кришна, как мы убеждаемся регулярно. Но тот, кто не может жить без повторения Харе Кришна, тот, для кого это стало уже объектом привязанности, почти наркотической, вот тот или та, Прабхупада говорит, им не будет сложно служить лично Господу в духовном мире, достоиться этой возможности в этой жизни очень быстро. То есть слушать Бхагаватам или читать его регулярно и скрупулезно, внимательно вчитываясь. Для чего? Не для того, чтобы развить какую-то академическую ученость, а для того, чтобы развить себе привязанность к слушанию о Кришне. Поэтому Господь Читания Махакрабу, передавая свой опыт общения с духовным учителем, вспоминает, как-то дал ему наставление повторять Харе Кришна, сказав, ты глупец, ты веданту изучать не можешь. Интересно, да? Кришна говорит Бхагаватгите, я источник веданты, я состоитель веданты, я знаток веданта, я источник вед. Я знаю веды, и я источник веданты, составитель веданты. И вот составитель веданты, я знаю такой вед, духовный учителем, говорит, ты глупец, и веданту изучать не можешь. Ну ладно, ты ее составил, но изучать ее не смей. Глуп ты для этого. Харе Кришна повторяй. С гордостью говорит духовный Господь Читания. С гордостью. Он говорит, вот мне Гурмара ждал наставление, поэтому я теперь пою, и танцую, и плачу, и смеюсь, и не обращаю внимания на вашу критику. Мои мать и Саняси говорили про него, что он какой-то сентименталист, бхавука. И вот он сикшается с разными, такими же как он, низкосортными людьми, и ничего больше делать не может со своей жизнью, бестолковый. И Господь Читания сказал, да, так и есть, бестолковый я, и вот мне Гурмара ждал наставление. Одного этого уже было достаточно, чтобы растопить сердца Майвадия, они поняли, здесь не бхава, не эмоции, не сентиментальность, причина, а причина, например, духовный учител, они это ценят. И он сказал мне, Гурмараш потом ответил на мой вопрос, когда я стал повторять, и пришел к нему, и стал спрашивать, Гурмараш, а что за мантру вы мне дали? Я то плачу, то смеюсь, то падаю на зиму, то встаю, то катаюсь, что это? И мой Гурмараш обнул мне и сказал, дорогой дитя, это Кришна Пряма, ты достиг совершенства жизни. И я этим очень доволен, чувствую себя обязанным тебе за это. Продолжаю повторять и петь, и раздавать Харе Кришна мантру другим, и он научил меня стиху, который, вот как интересно, когда мы действуем, как духовный учитель говорит нам, мы входим в Бхагават, мы становимся его частью. Сейчас я включу здесь режим, беззвучный режим, чтобы никто не мог мне позвонить снова. Так, извиняюсь. Все, включил. Чтобы никто нас не мог побеспокоить. Мы входим в Бхагават, и мы становимся, нам не нужно даже, узнавать ничего, как бы отдельного. Правильно у нас там все проходит, неправильно. Бхагават там с нас списан, потому что Господь Читания, Махапруму рассказывает, духовный учитель прочел стих из Бхагават, продекламировал стих из Бхагават, говорит, вот что это происходит, вот что это с тобой происходит. И он говорит, «Эван вратах сваприянамы киртьяя жатану рага друтта читта учхайр», человек, который воспевает святые имена Господа, полученные от духовного учителя, святые имена, которые стали теперь для него дорогими, потому что, дорогими, потому что описывают отношения с Кришной, дорогой ему форме, дорогой сердцу форме. Такой человек, сердце, которое расплавливается, размягчается, начинает то плакать, то смеяться, то петь, то танцевать, то кричать и кататься по земле, не обращая на условности этого мира, как Господь Читания не обращал на мнение Майаваде никакого внимания. Вот так. Поэтому Прабхупад на говорит в простых словах, он говорит, «Просто повторяйте Харе Кришну». Чтобы Харе Кришну повторять, нужно слушать Бхагаватам. Как его нужно служить и читать внимательно, регулярно, каждый день и вчитываясь каждое слово и пытаясь рассказывать другим, и тогда нам несложно будет влюбиться в повторение святых имен, а став таким аддиктом повторения Харе Кришны, нам несложно будет служить Кришне лично в духовном мире. Сейчас на веса Пуджи Гасвай Махараджа преданные давали обеты. И одна Матаджи, наверное, уже этот анекдот, ставший анекдотом этой истории, эта история уже разошлась, наверное, кругами по интернету. Эта Матаджи давала обеты и перечисляла принципы, которым она будет следовать. И один из принципов «Не принимайте дурманивающих веществ». И она говорит, «Я обещаю не принимать дурманивающих веществ». «Чай, кофе и так далее». «На самом деле, я не буду принимать дурманивающих веществ, Гуру Махарадж, потому что мне достаточно ваших лекций». Сказала она. И там все легли просто. И Гасвай Махарадж, отсмеявшись, сказал, «Я это принимаю как комплимент». Как-то мопиум для народа, да? Но потом мы обсуждали это с Гасвай Махараджем за обедом. Я вспомнил, что есть Баджан народ Тамдастакура, в котором народ Тамдастакура говорит, что гнев я буду занимать в... направлять его против Бхактадвиши Джане, против людей, которые ненавидят преданных. Я буду гневаться на них. Каму или вожделение я буду направлять на желание с таким вожделением делать что-то для Кришны. Кама Кришна Кармарпане, чтобы вот с такой одержимостью делать что-то для Кришны. или для его преданных. Лобга, 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 или жадность, я буду направлять на саду-сангу и на харикатху. Моху я буду направлять или испытывать, когда я разлучен со своей Миштадевой. И затем, внимание, он говорит, мада, вот эта опьяненность, как это называется, дурманивающий, дурман этот, я буду испытывать, когда буду слушать описание Господа Кришны, его качества, трансценентных, вот это для меня мада. Так что мада же сама того не подозреваю, сказала все по шасте, по крайней мере, по ачаре. Вот так нужно. И так много других есть описаний в Бхагаватам, того, как сравнивают описание качеств, Кришны, слушание качеств мада пана с пьянящим напитком. Вот, и поэтому для нас Шрила Пропады вот состал, создал такие трафареты, такие прорисованные, тщательно прорисованные картины духовной реальности. Каждый, у каждого из нас, и у каждого из нас этот трафарет, он не хрестоматийный, не общий на всех, такой вот одинаковый, у всех одинаковый потом получается, и даже неинтересный, у всех чебурашки. Нет, там у каждого свое, по каждому прорисовал своими наставлениями духовный учитель Сварупа в духовном мире. Постепенно и тщательно закрашивая эти квадратики красочными, красками точно, следуя описанию прилагаемым к этой картине, мы в конце концов создадим тот холст, то есть холст уже есть, но создадим ту картину, где мы тоже там есть, мы себя там узнаем. И таким образом словами духовного учителя, который передает слова Шрила Пропады Гуру Парампары, эта картина на нашем холсте, на холсте наше сознание рисуется. И также я вот начал говорить о том, что обманные такие у нас могут быть иллюзии того, что все очень понятно и легко, так же, как иногда дети, видя, как художники рисуют, берут в руки кисти, начинают тоже рисовать по наитию, и ничего у них не получается. И все это понимают, кроме них. Или когда дети садятся за пианино, начинают импровизировать, все уши зажимают, кроме родителей. Родители, может, умиляются, но все остальные зажимают уши, потому что это как Афония. А ребенку нравится, думают, он думает, в своем представлении он играет. Тут мне Ачинти Кришна Прабху подарил свое имя. Сам знает, то, что пианино электронное, там есть режим демонстрации, демо-режим. И мы были, как раз, когда подарок пришел, я был в гостях одного приятного, там мы его получили, у него маленький сын, он с сыном пришел, и мы включили демо-режим, сын решил, сел за этот, маленький сын, сколько ему, 10, сел за это пианино, решил поимпровизировать. И мы сразу, очень быстро включили ему демо-режим. И он, он так и обрадовался, что он сам начал играть какие-то сложные произведения, и все, что ему оставалось делать, это делать вид, что он играет руками, передвигает по клавишам. Вот наш случай. Наш случай, мы в демо-режиме дорогие предные живем, во всех тех эмоциях, которые нас осеняют, нас благословляют, вдохновляют нас. Но рано или поздно, если мы будем следовать указаниям учителя, который будет заставлять нас играть скучные гаммы, этюды черни, я помню, играли, постепенно это станет спонтанной естественной способностью для нас. Мы сможем сесть и спромбезировать, и все будут в блаженстве. Вот это путь, который Швилл Попад описывает в своих книгах, это то, что я хотел сказать в качестве настройки на сегодняшний. На самом деле, я не планировал об этом всем говорить, но слишком много впечатлений я привез с собой с этого ретрита. И вот они как-то пригодились сегодня, некоторые из этих впечатлений, истории. Поэтому настройка, какая настройка? Настройка книги Швилл Попада, те самые трафареты, в которых все уже прорисовано карандашными линиями, и мы должны, предлевая скупу и лень, тщательно заполнять красками эти линии силуэта по номерам. И потом мы узнаем себя в этих линиях, узнаем то, куда мы должны прийти. Там будет все, и Шримати Радарани, и Кришна, и Коровы, и Телята, и Гопы, и Гопи, и Чинтама, Нидхама, Вриндавана, Разбука, и Встреча. Все будет, и мы там тоже будем. Мы там себя узнаем, и тогда сможем научиться спонтанно рисовать, как Пикассо. Пикассо, он долгое время, он стал классиком при жизни, что редко удается художникам. Обычно они становятся классиками лет через сто после своей смерти, когда их картины начинают уже на аукционах цениться. Он стал классиком при жизни. Он долго, долго, долго писал, рисовал, тренировался в разных стилях, и у него ранние работы, его Пикассо, они вот такие, тщательно прорисованные, но он достиг определенного совершенства, этой мистической сиди, которая позволяла им просто Рочер Кампера нарисовать какую-то совершенно совершенную фигуру. Знаменитый Волубь Пикассо, который нарисовал карандашом или чернилами, не знаю чем, совершенный. Одной линией, не отрываясь фактически от, не отрывая кисти или карандаша от бумаги, совершенный образ. Рассказывает Пикассо, уже в зените своей славы, отдыхал на пляже как-то раз, его там узнали. Супружеская пара и подослала к нему своего сына, маленького мальчика, пятилетнего, с куском угля и с листом ватмана. Не знаю, они с собой носили его специально. Закуда у них на пляже ватман взялся? Ну, так и иначе. Они подослали его с листом бумаги и с углем, попросив его что-то нарисовать. Они подумали, что если мы сами пойдем, то, наверное, он нам откажет, потому что много таких, как мы, а вот ребенку он не откажет точно. Почему? Потому что это же сотни тысяч денежных единиц, любой рисунок Пикассо, что выходит из-под его пера. И вот у них такой был хитрый план. Они подослали своего сына с куском угля и с бумагой, попросив что-то его нарисовать, хотя бы что-то. Пикассо посмотрел на сына, понял, хитрый план, бумагу не взял, он повернул сына к себе спиной и нарисовал, что-то у него на спине и сказал, посмотрим теперь, сколько тебе родителей мыть не будут. Вот так. Не знаю, содрали ли родители со своего сына кожу, чтобы сохранить этот образ. Это совершенство, которое приходит. Потом-то преданные, такие, как Шиллоп-Упада, что бы они ни говорили, о чем бы они ни пели, о чем бы они, как бы они ни танцевали, что бы они ни готовили, как бы они ни ругали своих учеников, даже если они молчат, они молчат о Кришне. И молчание, Шиллоп-Упада, или молчание Бхагаватам, Бхагаватам молчит о Шимася Радаране. Многозначное, бездонное молчание. Когда мы спрашиваем у какого-то человека, нашего друга, скажи мне вот про это, он молчит в ответ. Что это значит? Если вокруг люди, это значит, что я потом тебе скажу, когда их не будет. А если вокруг людей нет, что значит его молчание? Означает, я доверяю тебе, ты все можешь понять без слов. Вот что это значит. Почему Бхагаватам молчит о Шимася Радаране? Пураны там, они изливают ее хвалу, много разных пуран, пуран, которые в разных, на других уровнях, скажем так. Не Бхагаватам, не Амала Пурана, не Совершенный, не Гамма-Калпа-Тарор-Галитам-Палам, не Совершенный Плод ведической мудрости, ведической расы, раса малая. А там про Шимася Радаране ни слова. Почему? Да потому, что Бхагавата написан ее глазами. Он ее, это ее образ. То есть, не ее образ, а образ того, как она видит Кришну. Шила, Нарадамони дал Ясадеве указание составить Бхагаватам чистой предностью наполненной. А кто может наполнить чистой предностью Бхагаватам, кроме как Шимася Радаране? Для этого она должна сама его рассказать, сама его поведать, увидеть все то, что описывается Бхагаватам своими глазами и передать устами Шилкадемы и глазами. Вот почему Бхагаватам, как есть фильмы, которые сняты от лица, первого лица, и мы не видим автора, но видим то, что он или она видит и как они воспринимают. Вот так. И там только одна шлока в 31 главе 10-й песни Бхагаватам намеком указывает на Шимася Радаране, где говорится «Анаяра дейто нунаман Бхагаван Хари Ишварага». Как пристает Господь, даже смотрите, как интересно, это шлока, который, как описывает Вишната Чекавадзи Такур, Шугадема Гасами, чуть-чуть не нарушив, как он не хотел рассказывать Шимася Радаране, чтобы не впасть в экстазу, не помешать Парикшитому гаражу дослушать его. Поэтому дал себе зарок ничего на эту тему не говорить, но проговорился, как описывает Вишната Чекавадзи Такур, это сияние, имени Шимася Радаране сорвалось с лотосных уст, вернее, с лоноподобных уст. Шугадема Гасами, Шугадема Гасами, прорвалось, как иногда Шилапападу, пел Диарада Мадова и прорвался экстаз, который он не мог сдержать, и он выливался в качестве слез, причем таких слез сияющих, предыдущих, вспоминают, они сияли, как бриллианты в его глазах. У нас слезы так не сияют, они сияли, как маленькие бриллиантики в глазах. Как-то они в себя вбирали то, чем он жил, как урупа Гасами дыхание обжигающее, его экстаз убирал у себя, пропады слезы. И Шугадема Гасами также проронил это слово Анаяра Дейта Хари. Как, о чем говорится, с грамматической точки зрения, здесь общей Матери Даране речи нет, здесь Хари описывается, Хари, Богаван, Хари Ишвара, то есть он тот Господь, которого зовут Богаван, кого зовут Хари, кого зовут Ишвара. Он уже говорил об этом в самом начале во второй песне Шима Бхагава, называя его теми же самыми словами, говорит, что «Тасматбара, тасарвашна, Богаван Хари, Богаван Хари, Ишвара Хари, шротавьяхкиртитавичасмартовьячетхатабаям», «Хочешь избавиться от всех страхов, поклоняйся Богавану, Ишваре и Хари». И он специально перечислил Господа и три имени Господа, потому что три разные имени Господа или три разные его аспекта являются источником бесстрашия для трех разных категорий трансценденталистов. Для йоги, йогов, которые поклоняются Господу как Ишваре, повелителю кармы, чтобы избавиться от кармы, избавиться от рабства материального мира. Для преданных, которые на уровне садданы находятся, они боятся Господа забыть, боятся того, что их прежние поступки заставят их сойти с пути преданного служения. Поэтому молят Господа как Хари, чтобы он устранил препятствия на пути и не позволял нашим прошлым греховным поступкам нас лишать возможности служить Ему. Йоги этого не боятся, они боятся страдать, поэтому поклоняются Господу как Ишваре. А на уровне Раги преданные боятся больше всего на свете Кришну потерять из виду хотя бы на секунду, забыть о Нем, перестать увидеть. И поэтому поклоняются Ему как Бхагавану, забыть которого невозможно. Все качества проявляют. И вот эти же имена Шукадева Госпами говорит, перечисляет в этом стихе. Но Шимати Радарани присутствует здесь в форме, как это называется, Арадита, это причастие в пассивном залоге в творительном падеже. Правильно? Насколько я понимаю. Так вот по-русски, да? Это Аная Арадита Арадита Хари Ею Аная Арадита Аная Арадита Ею это местоимение в творительном падеже Ею Аная Арадита поклоняемый Господь. То есть в этом стихе даже о ней не говорится как о чем-то самостоятельном, о ком-то самостоятельном. Даже в этом стихе она себе отводит роль местоимения третьего лица в творительном падеже. Вот в чем ее функция, вот в чем ее суть, как она это видит. В том, чтобы Кришна был Арадита, чтобы Ему поклонялись. А кто Ему поклоняется? Я Ему поклоняюсь, Я Ему служу, или другие, это не важно. Конечно, Шимати Радарани, как мы здесь уже, наверное, уже не прочитаем сегодня. Прочитайте из Титания Шири Тамриты, описание этого в Мунастреянии Шимати Радарани. Когда Кришидатская Раджа Госвами говорит, она источник блаженства для самого Господа Кришны, который его в ступор вводит. Он не может понять, как такое блаженство вообще может существовать. Кто может доставить мне блаженство, кроме как не тот, кто во всем меня превосходит? И это Шимати Радарани, который является отражением его любви. И там говорится, что когда она служит Господу Кришне лично, она вводит его в замешательство, в смятение, она хочет занять ее место, потому что привлечен блаженством, которое испытывает она. И приходит в материальный мир в форме Господа Читания, чтобы понять три аспекта величия любви Шимати Радарани. Какое величие ее любви, как она этой любовью, как, знаете, увеличительным стеклом, или как каким-то удивительным, я не знаю, с чем сравнить, если это виртуальная реальность, которая украшает объект, который вот она отражает как-то. Сейчас в телефонах есть такие функции улучшить свой вид. Здесь можно включить, поставить галочку, и вид будет улучшен существенно. Но ее любовь, она каким-то образом умудряется Кришну украсить. Кришну, который является эталоном красоты. То есть, что красиво, что некрасиво, он решает. И сравнение с ним решает, что красиво. И так можно украсить его. Чем? Оказывается, ее любовь. И потом вот так такое величие любви, и так она украшает его своей любовью. И потом видит его украшенную ее же любовью, влюбляется в него еще сильнее, испытывает огромное блаженство. И вот этих три причины Господь Читания хочет понять, познать эти три причины. И причина, которая побудила в нем эти три желания, это любовь и Матери Дарани. Ее блаженство от служения. И потом оказывается, когда он занимает ее положение, что-то совершенно там все идет в разнос из-за нити. Потому что когда он занимает ее положение, желая понять силу ее любви, величию любви, и красоту, которую она видит глазами своей любви в нем, оказывается, ему открывается еще четвертый аспект ее любви, который до этого был ему неизвестен. Оказывается, что она испытывает в 10 миллионов раз больше счастья, чем когда она служит Кришне лично, когда она занимает других служений ему. В 10 миллионов. И вот тогда объединенные в одной личности величия Шри Матери Дарани ее любви, ее желание занять других служений и от этого испытывать в 10 миллионов раз больше счастья, объединенные со всемогущество Верховного Господа в одном превращается в Санкиртану. Это есть Харинама Санкиртана. Почему Господь Читания распространяет Святого Имя Господа повсюду? По этой причине. И какое имя распространяет? Прямо Наму. Чайтани Рашришти Прямо Наму доселе невиданное, доселе неиспытываемое, неиспытывавшееся никем в этом мире. Вот. И об этом говорит Да, Асамаши Матери Драни при этом отводит себя Наяра Дитаа. Я вот просто делаю все, что Кришна был обожаем, почитаем и служим. Вот моя роль. И я не думаю, что я должна там где-то показываться даже. Хотя, конечно, она не может не показываться, потому что она показывает всем Кришну. Она так-то проявляет Кришну, ее называют Кришна Маи. Кришна Маи это та, которая проявляет Кришну повсюду, куда бы она ни бросила свой взгляд. Она сама Кришной пропитана. Иногда предные стесняются как-то повторять эту мантру Туласи Деви. Виндая Туласи Девя Прея Кеши Васича Вишну Бхакти Пранад Деви. Думаю, ну, Вишну, что-то там не то. Почему Вишну? Вишна-то здесь при чем? Мы же Кришна Бхакти. Вот мы поменяем Вишну потому что Вишну Бхакти Прадад Деви Господа Кришну называют Вуджал Ниламани Вишну потому что Вишна тот пронизывает собой все бытие Шимати Радарани. Поэтому Вишну называют а не Кришну. Вишну означает тот кто расплетает ее косы. Вот так. И Радакунду поэтому называют озером которое дорого Господу Вишнам а не Кришне. Есть много причин дорогие преды не нужно туда вторгаться и ничего менять невозможно ничего улучшить кроме себя. Мы улучшим себя если поймем во что мы куда нас приглашают и почему нас приглашают туда. И кем мы должны стать чтобы этим приглашением чтобы стать остаться приглашенным а не оглашенным как говорят оглашенные выйти вон. Да нужно быть остаться приглашенным чтобы для этого нужно держаться за стопы или за край Того, кто нас туда пригласил, держаться за ним, за его стопы, никогда от него не отходить, тогда нас не прогонят, как та собака, Шиванамде Сэмэн. Вот, и поэтому в Бхагаватам о ней практически ничего не говорится. Почему? Потому что она сама говорит. Ее желание проявлено в Бхагаватам, чтобы все читающие Бхагаватам получили благословение чистым преданным служением. И она его нам рассказывает, устами Шокадай Магасвами. И осталось пять минут до Бхагаватам. Теперь я должен Бхагаватам почитать, но у нас уже времени не осталось. Я прочитаю пару комментариев Шивокад, те самые трафареты, о которых шла речь сегодня, по которым бережно их прорисовываю в нашем сознании, заполняя красками, заполняя нашим таким тщательным, таким вот, карпением над правильными рисунками. Мы научимся, научимся жить так, как живут преданы в духовном мире, спонтанно. Тогда у нас не будет даже возможности, в принципе, сделать что-то не так. Любовь, как бы она ни проявлялась, она всегда все делает так. И все всем нравится. Особенно Кришне. Отсутствие любви, как Шримати Радарани сама говорит в читании чиритамы эти. Анира Хридая Мана. Мама Мана Вриндавана, говорит она. Тебя люди, обращаясь к Господу Кришне, на Курукшетре, она говорит, на поле Курукшетра, она говорит, тебя люди любят умом. У них в уме сердце. Анира Хридая Мана. У них Хридая, их сердце, оно в уме у них. Они внушили себе, как им любить, и разыгрывают вот эти внушенные себе сценарии любви. Нужно делать так, или делать сяк. Вот здесь нужно кланяться, вот нужно с такими саду общаться, нужно вот говорить Джай Радди или Радди Радди вместо Харе Кришны, потому что, ну, как бы, это же следующий уровень. Прабхупада на лекции, утренние прогулки. Я специально сделал небольшое исследование, было очень интересно. Прабхупада во Вриндаване ходил на утренние прогулки, и все жители Вриндавана приветствовали его, как своего героя, потому что он реально герой. Вриндавану Всеву Миру раздал. Они встречали его с лозгласами Радди Радди или Джай Радди, и пропадывал. И говорили, Ри, Кришна. Ради Радди, Ри, Кришна. Вот так всегда. Почему? Почему? Причем он сам говорит, он знает, как в Раджабасе себя приветствуют. Он говорит в одном из комментариев, в Вриндаване все себя, все приветствуют друг друга возгласами Джай Радди. А он-то почему? В общем, он лучше в Рижабасе, что не хочет разлучать Кришна и Шимати Радарани, это югала мантра, они там оба, обе, и как сказать, потому что слава Харея даже, оно сразу включает себе Шимати Радарани и Кришну, причем в звательном падеже, они оба поворачиваются к вам, когда вы говорите Харея, одновременно. Но так или иначе, комментарии Шилапрупада, я хотел пару комментариев почитать буквально, текст 23, из 3 главы, 2 песни Бхагава, которая называется «Чистое предное служение», вообще «Чистое предное служение» описано из Шиларупы Гасвами, в этом стихе о небе Лашиды Шуньям, который вы все знаете, Яна Карма Дьянаври, там, Анукулиена Кришна, ну, Шилана Бхакти Рудтама, и в этом стихе есть слово Анукулия, Анукулиена, Шилбахстан, Расваде Такур, говорил в этом стихе слово Анукулиена, есть ли Матери Радарани, она вот в этом стихе, в этом слове, это ее имя Анукулиена, причем обратите внимание, что, опять же, Анукулиена в каком падеже стоит? В творительном падеже, благодаря ей все осуществляется, благодаря ей все творится, Сам Господь Кришна проявляется в нашем сознании, благодаря ей, она его шакти, шакти это то, что проявляет, или та, что проявляет свой источник, своего обладателя И она также делает невозможное возможным, как Рупа Гасвами в другом своем баджане говорит, обращаясь к Господу Кришне, он говорит Бхактиру Данчати Ядяпи Мадава Натва Има Матила Матри, у меня Бхактик тебе, дорогой Господь Кришна, Мадава Только на, даже на сезамовое, на зерно кунжута нет, зерно кунжута, это такая вещь, которая, плашмята ее не видно толком, а в профиле вообще и подавно практически, тонкая такая штучка, плоская У меня на зерно кунжута нет, Бхактик тебе, какой Бхакти Латы Биджи нет, но Парамешварата, не случайно в этом стихе называют Господа Мадава Мадава означает много разных слов, много разных значений у этого имени, но Мадава означает Мадава, Дхава означает муж, чей он муж? Муж мамы, он его не папой называет, не отцом, а мужем мамы, вот как он его называет, Мадава, ты супруг мамы, а кто мама? Парамешварата, твоя высшая власть в женском роде, парамешварата, в женского рода это слово парамешварата, тадапитавадыка, она главная, тадапитавадыка, Почему она главная в моей жизни? Потому что хотя у меня Бхакти на горчичное или на сезамовое зерно нет, дургата гатана видгатри, потому что она видгатри, она может, дгатри означает так, кто может сделать что-то удивительное, видгатри означает удивительное, висмая, вишишты, вишишрупа, или висмая также означает удивление, она может удивительные вещи творить, она может сделать дургата гатана невозможное возможным, невозможно и возможным в моем случае случится когда она это пара межворота твоя энергия милости то самые которые ты супруг вечный сделает меня непригодного до бакте бак ты вот это она делает очень легко и пропада говорит об этом одной лекции он говорит если вас представишь и матери доранишь а кстати он говорит как раз об этом здесь давайте лучше почитаем он говорит давайте я уж почитаю текст сам я не буду весь комментарий читать потому что он там под разные места разные вещи описывает текст человек чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного все равно что мертвец и тот кто никогда не вдыхал аромат листьев туласи с лотосных стоп господа тоже мертв хотя несмотря на то что дышит я пропущу половину комментарии перейду сразу ко второй части его чтобы попадать говорит господь кришна является собственностью своих чистых бескорыстных преданных поэтому только преданным могут дать крышу другим преданным криша невозможно приблизиться обращаясь к ему напрямую поэтому господь читания говорил что он гопи бхарту рвпадакамалайор даса даса на даса то есть самый покорный слуга слуг господа заботящегося девушка гопи в риндаваны поэтому чистый преданник она не обращается непосредственно господа старается удовлетворить слугу слуг господа так он удовлетворяет самого господа и получает возможность наслаждаться ароматом листьев туласи приставших к его лотосным стопам приставших вот пристали в бхагават брама самхите говорится что господа невозможно обрести став великим знатоком видительских писаний но к нему легко очень легко приблизиться через его чистого преданного во в риндаване все чистые преданные в своих молитвах взывают к милости шимати радарани энергии наслаждения господа кришны она милосердное женское начало верховного целого совершенное воплощение качеств присущей женской природе эти качества мать радарани они перечисляются в читании черетам эти также говорится что с утра шимати радарани омывается в двух различных омовениях она принимает вот такие как бы омовение одно с другим разных водах как мы когда омываем божества у нас разные есть церемонии бишеки и мы поливаем их разными жидкостями благоприятными и мы здесь вы проводили джанмаштами ащите кришна прав был у нас на джанмаштами к сожалению ехал раньше чем эта церемония произошла но там омывали господа кришну гопала разными нектарными жидкостями в конце омывают его двумя водами это вода цветочная вода фруктовая в решеток кладут или все там кладут фрукты и цветочные лепестки и поливают воду сквозь них удивительно фруктовой водой поливает а потом цветочной водой и шимати радарани с утра омывается в первое в различных вот таких вот омовениях принимает различные омовения в разных водах и первые омовения в которой она принимает это омовение в водах милости и сострадания этим она бывает потом уже следующее омовение вечной юности первое это сострадание есть крупа на говорит об этом она милосердное женское начало верховного целого совершенное воплощение качеств присущих женской природе поэтому искренне у преданному нетрудно заслужить милость радарания когда она предоставляет представляет такого преданному господу кришне он господь кришна немедленно принимает его свое окружение поэтому милости преданного господа нужно добиваться с большей настойчивостью неже милости самого господа если человек поступает так по благословению преданного в нем проснется естественное стремление служить господом и также другой из тех которые хочется в этой связи вспомнить опять качество настройки на завтрашние празднования то каким образом это милость и мать радарани можно служить нам сейчас что это значит нужно ли нам петь какие-то эзотерические молитвы или совершать какие-то эзотерические враты кидать тыкву в радакунду нет об этом говорит прабхананда сарасвати таккур на собственном опыте понявший что это значит потому что прабхананда сарасвати таккур написал несколько книг одна из них этого ридаван махимамрита в которой он описывает сокровенные игры еще и мать радарани с господом кришны он сам происходил из ши сампродай он был дядей рагунат и бата и гаслами но при этом его считают одним из величайших расиков айшнавов и его книги в ридаван махимамрита в частности и другие книги они содержат удивительно сокровенные описания этих игр в которые он вошел по милости ши читания махапроба и он объясняет как эта милость ему выпала он говорит в одном стихе в читании чиндрамате он говорит ядха ядха гора падара винде мината бак сим крита пуни и раши и татрата так а так от отца рпа тихрид а косма трата поддам буду судаму рашихи он говорит настолько насколько человек ядха ядха означает ровно настолько это пропорциональная как бы такое описание грамматическая конструкция описывающая пропорцию ядха ядха насколько гора подаро винды человек посвящает себя служению лотосным стопом шричитания махапрабху гора подар винды виндета бактим крита пуни раши и насколько он виндета умудряется развить себе преданность лотосным стопом ширины шричитания махапрабху крита пуни раши и благодаря удивительной удачи татрота татха татха ровно настолько и не грамма больше или меньше татхо татхо царпати у царпати означает стекает хриди в сердце а космат внезапно без предварительного предупреждения внезапно в неожиданный момент татта татхо настолько насколько бактии лотосным стопом шричитания махапрабху пробудились в его сердце благодаря его великой удачи настолько татхо татхо царпати хриди а космат рада падам баду падам буду судам броши и настолько воды амбу нектарный океан с не океан нектара стекает в его сердце с лотосных стопшей матери дрань вот как вот вам пропорции вот вам а пропорции ли форму дает нам возможность как-то регулировать или формула такая вещь очень важная формула успеху есть какие-то формулы разных продуктов не буду их упоминать чтобы не делать им рекламу которые хранят в каких-то сейфах под семью печати потому что замками потому что вот это коммерческий секрет коммерческих успеха этой фирмы никто этот секрет не знает якобы формула это могущество я знаю знаменитого математика который решил одну из самых сложных математических проблем и получил за это филдовскую филдовскую премию вне ему попытались его вручить тариуму полную коре он решил и он на самом деле две премии получил каждая по миллиону ему предложили и он сказал зачем мне эти премии я могу вселенной теперь управлять открыв эту формулу теперь если что-то в вашей жизни идет не так все претензии к нему дорогие преданные похоже уже управляет формула и здесь формула который дает на пробо на нацарасвати так кур хотите получить нектар лотос на стопшей мати радарани внезапно и без предупреждения вот вам формула ядха ядха татха 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 и здесь говорит об этом шива пилпада еще один комментарий который очень хочется почитать из второй песни четвертой главы следующий глава 2424 шива пропады пишет вернее это самых мест этого гавы в стихе он говорит тасс намаста смай бхагаваты васудэвая вид газы и папу гианам а ям сумя я мукам бургасовом я в глубоком почтении склоняюсь пишет веса дэвы уплощением васудэвы составившим ведические писания чистые преданные пьют нектар трансцендентных знаний стекающих с лотосоподобных уст господа шива пада пишет раскрывая смысл слова слова ведхасэ которое значит составитель системы трансцендентного знания шила шидара с вами говорит что в данном стихе шукадына госпами выражает почтение шили в ясаде и воплощению васудэвы это мнение разделяет шила шидара шила джива с вами но вишната чакварти такура идет дальше говоря что нектар с уст господа кришны переходит к его супругам благодаря чему они овладевают секретами изящных искусств музыки танца выборы украшений и одежд словом учатся всему тому что услождают господа из уст его учатся этим искусством искусство музыки танцы украшения которых о которых здесь идет речь не являются мирскими искусствами поскольку в самом начале своих молитв기가 с вами называет господа пара трансцендентным это раскечатное знание неведомо замыeled чем им условным душам нашего веса дэва воплощение господа состав eagle ведические писания таким образом чтобы обусловленные душе могли вспомнить о своих вечных взаимоотношений с господом поэтому ведические писания это нектар переданный господом своим супругом во время супружеских игр следует постигать услышав их и злота сных уст уже его шика дэва Постепенно углубляя свои познания в трансценентной науке, можно проникнуть в тайну трансценентного искусства, музыки и танца, которые Господь демонстрирует в расе лилии. Но без ведического знания едва ли возможно постичь трансценентную природу музыки и танца расы Господа. Чистый преданный Господь одинаково наслаждается нектаром глубокой философской беседы и поцелуем Господа во время танца расы, поскольку с духовной точки зрения между ними нет никакой разницы. Что вы попадаете отдущего в духовную точку зрения? У нас тоже может быть своя точка зрения, которую мы считаем духовной, и мы можем думать, разница есть между философской беседой и поцелуем Господа в танце расы. Но с духовной точки зрения разницы нет, а с другой точки зрения разница есть. А, разница есть! Теперь сами решите, какая точка зрения у вас. И он, уж последний, чтобы совсем уж эту тему исчерпывающей завершить, прочитать можно пару абзацев из комментариев Шилл Пропадный. В 53-м тексте 7-й главы, где Шилл Пропадный говорит, стих говорит, звучит так. «Деяния, связанные с разнообразным Господу, связанные с Его разнообразными энергиями, нужно описывать, оценивать и слушать, следуя наставления Верховного Господа. Делая это постоянно с преданностью и благоговением, человек непременно освободится от влияния иллюзорной энергии Господа». В комментариях Шилл Пропада пишет, я буквально пару абзацев, пару, может, даже предложений здесь прочитаю, очень важный комментарий. На самом деле, это было бы очень хорошим комментарием для обсуждения завтра для кого-нибудь, но уже не для меня. Пропада говорит, что «деяния Господа, связанные с Его внешней энергией, так же величественны, как Его деяния, связанные с внутренней энергией. Более того, тем, кто еще не освободился полностью от пут внешней энергии Господа, рекомендуется регулярно и с благоговением слушать повествования о деяниях, связанных с Его внешней энергией. И такое слушание будет, а Он говорит, что лишь по своей глупости глупцы переходят повествования о деятельности Его внутренней энергии, внушив себе, внушив себе, что их интересуют только такие проявления внутренней энергии Господа, как Его рассолило. Глупые люди внушают себе, что их только это интересует. А как ведут себя умные люди, которые искушенные, по-настоящему знающие, чистые преданные, как они воспринимают реальность? Пропад продолжает. Он говорит, что чистые преданные видят... Где он говорит? Да, здесь. Некоторые из них думают, о таких недостойных людях, что слушать об Играх Господа, значит слушать повествования о Его развлечениях с Гопи или о том, как Он поднял холм Гавардана и с пренебрежением относится к полным экспансиям Господа Пуруша-Аватарам и их играм в процессе сотворения, поддержания и неразрушения материальных миров. Однако, чистый преданный понимает, что между играми Господа в Рассолиле и его играми в процессе сотворения, поддержания и уничтожения материального мира нет никакой разницы. Более того, описание деяния Господа в образе Пуруша-Аватар предназначено именно для тех, кто запутался в сетях внешней энергии. Описание Рассолила предназначено для освобожденных, а не для обусловленных душ. Поэтому обусловленные души должны с преданностью и благоговением слушать повествования о Боге Господа, связанных с его внешней энергией. И для них это занятие будет столь же благотворно, как для освобожденных душ в слушании Рассолиле. Как вам? Вот, это Бхагава, вторая песня. Ну а уж, чтобы завершить наше обсуждение, я прочитаю буквально, хочется прочитать комментарии, про упаду, но я прочитаю просто несколько стихов из читания Чаритана. Тело Господа Кришны вечно, исполнено знание и блаженство. Его единая духовная природа проявляется в трех формах. Хладини – это его блаженство, сандхини – вечное бытие, а самбит – это его сознание, которое также считается знанием. Шимати Ашуда Сатва – основа энергии сандхиниев. На ней покоится бытие Господа Кришны. Мать Кришны, его отец, обитель, дом, ложи, сиденья и прочее – суть проявления Ашуда Сатвы. Суть энергии, самбит состоит в знании о том, что Господь Кришна – это верховная личность Бога. Все прочие виды знания, такие как знания Брахмани, представляют собой составные части этого изначального знания. Теперь Шила, кришнарский вираж Госвами говорит о сути энергии Хладини. Он говорит, самбит, сандхини проявляет все духовное бытие, даже тела, трансцендентные образы Господа Кришны, его отца, матери и так далее, проявляются и этой энергии. Проявление энергии самбит в осознании Господа Кришны, верховной личностью Бога. Теперь он говорит о самой главной энергии. Суть энергии Хладини – это любовь к Богу. А суть любви к Богу – духовная эмоция, бхава, наивысшим поражением которой является Махабхава. Ширада-такурани – олицетворение Махабхавы, о накладезь всех добродетелей, самый драгоценный камень в венце, возлюбленный Господа Кришны. Я прочитаю комментарий про Парупаду, он очень короткий. Примером чистого проявления Хладини-шакти служит любовь девушек-враджа в божественном кругу, которых Шримати-радарани наиглавнейшая. Сутью Хладини-шакти является любовь к Богу, а суть любви к Богу – это бхава, духовные переживания, а вершина бхавы – это Махабхава. Шримати-радарани олицетворяет все три аспекта духовного сознания, таким образом она предстает как воплощение высочайшей любви к Богу и является высшим объектом любви, высшей Кришны. Затем он читает Изуджил Нилам и приводит стих, о котором говорится. «За этих двух гопи, рады Айнчандрава лишь и рады лучше всех во всех отношениях, она воплощает в себе Махабхаву и превосходит всех своими достоинствами. Ее ум, чувства и тело, исполненные любви к Кришне, она – его энергия, помогающая ему в его играх». И так далее. Затем описываются ее имена. А вот здесь, давайте я прочитаю, это буквально пару стихов еще. «Рада дарует…» Стих «Говинда Нандини Рада, Говинда Мохини, Говинда Сарвасва, Сарва Канта Ширамани. Для Рада дарует блаженство Говинде, очаровывает его. Она все для Говинды, она драгоценный камень венце его возлюбленных. Деви, Кришна Маи, Прокта, Брадика, Парадевата, Сарва Лакшми Маи, Сарва Кантих, Сарва Мохини Пара». «Трансцендентная богиня Шримати Радхарани – вечная спутница Господа Шри Кришны, неотлична от Него самого. Она главная среди богинь процветания. Все в ней привлекает всепривлекающим Господа, Личность Бога. Она – предвечная внутренняя энергия Господа. Деви значит «бестательная» и «самая прекрасная». Это слово может также значить «чудесная обитель поклонения и любовных игр Господа Кришны». «Кришна Маи» означает «та, у которой снаружи и внутри Господь Кришна». Она видит Господа Кришну повсюду, куда бы ни бросила взгляд. Слово «Кришна Маи» также может означать, что она едина с Господом Кришной, ибо воплощает в себе расы любви. Энергия всех Кришны, неотлична от Него. Она поклоняется Господу Кришне, исполняя Его желания, поэтому Парана называет ее Радика. Пробавка она говорит в комментарии. Имя Рада происходит от слова «арадана», что означает «поклонение». Поэтому ту, которая в поклонении Кришне превосходит остальных, по праву называют Радикой лучшей из всех, кто служит Кришне. Поэтому, подводясь в черту под этим описанием Кришнитазского виража «Гасвами» и Рада – высшая богиня Парама Дева та, достойная всеовщего почитания. Она – покровительница каждого и мать вселенной. Рассказывает историю, когда Шрила Бхакистанта Сарасвати Токор был приглашен на собрание пандитов, где они прослагали Лакшми Деви. И Шрила Бхакистанта Сарасвати Токор сидел на этом собрании, и вдруг лицо его залилось пунцовой краской, тело покрыло испарина, волосы стали дыбом, и он потерял чувство, потерял сознание, упал без чувств. И его бросились поднимать. И объясняют его сокровенные, я не помню, сам ли он такое объяснение дал, или преданные, которые могли проникнуть в его сердце, объяснили это, что с ним произошло. В нем столкнулись две эмоции одновременно. Одна эмоция – это то, что у него появилась горячее желание прославить, Шримати Радарани, которая во всех отношениях превосходит Лакшми Деви. Ему было, что на эту тему сказать, поскольку его называют Варшабанови Деви Дайте Дас, тот, кто является слугой, слуг Шримати Радарани. И с другой стороны, его зовут также Найана Мани Манджари. Он в духовном мире Найана Мани Манджари, который всегда созерцает эти божественные лилы. И с другой стороны, он не мог преодолеть себе нежелание говорить о этих сокровенных качествах Шримати Радарани, присутствии недостойных людей, которые присутствовали там, где эти эмоции столкнулись с ним и привели к такому взрыву эмоций, взрыву бавы, переживания, статических чувств. Он потерял сознание. Для него это было проще, чем выбрать что-то одно из этих двух. И поэтому, когда мы обсуждаем эти удивительные темы, связанные с Шримати Радарани, мы не должны, как я сказал сегодня, обманываться кажущейся простотой и доступностью этих тем. Подумаешь, все понятно. Ничего нам не понятно, дорогие преданные. Пока мы так же, как Филабхистанцы, расходят такое, не будем попадать в обморок от упоминания имени Шримати Радарани или о мыслях о ее трансцендентной качестве. А пока просто повторяем то, что сказали другие, которые без чувств падают. Надежда, что мы сами тоже когда-нибудь сможем, Хридиакасмат, внезапно этот нектар, со стоп ее ощутить, заслужить. А заслужить мы можем только служа Господу читаний. А служить Господу читаний мы можем только, выполняя наставление духовного учителя, который его доверен и слуга. Если, может быть, что-то настройкой на завтрашний праздник, так это вот эти завершающие слова. Все, у меня 9.20. Как было сказано, мне выложиться в час обсуждения, потом 20 минут на вопросы, но вопросов времени уже не осталось. Зато мы в час 20 уложились. Отчиньте, Кришна Прабу. Спасибо большое, Манамихан Прабу. У нас, а у тебя не осталось еще 10 минут хотя бы, может быть? Мне через 2 часа нужно выезжать в... в аэропорт, и нужно до этого еще много чего сделать. Хорошо, да. Спасибо огромное. Тем более, в любом случае у меня наверняка ответов нет на вопросы, которые будут. Ну, это понятно, да, это, конечно. Спасибо огромное. Я очень надеюсь, что... Да, большинство благодарят в чате, и... Я очень надеюсь, что это поможет нам завтра правильно, в правильном настроении начать этот праздник, продолжить, закончить, медитировать на... правильное понимание, которое дал Шире Павпаде. Спасибо огромное. Спасибо вам большое за возможность, Харе Кришна. Примите мои поклоны. Харе Кришна. Слава Шире Павпаде. Да, я шуруппану, ки-жай.